Всем привет! Поговорим сегодня о таком эффекте, как старый, испорченный, сломанный телевизор. Обсуждаемый эффект, его применение в частности, вы можете видеть в том числе и в кино, и в видео. Но, конечно, где-то он более профессионально сделан, с какими-то индивидуальными тонкими настройками, а где-то нет. В том числе, многие пользователи такой хорошей программы, как Sony Vegas, используют в своих роликах, выкладываемых ими на YouTube, обсуждаемый эффект. То есть, создается впечатление, что на экране телевизора в момент воспроизведения видео создаются какие-то помехи. И, в частности, кто долго, не долго, ну сравнительно долго работает в программе Sony Vegas Pro, но это не в нашем случае, у нас Adobe Premiere Pro, он сразу может увидеть, кто и когда использует данный эффект и безошибочно угадать, что это именно сделано в Sony Vegas Pro. Потому что встроенный пресет, плагин, эффект, назовите как хотите, сломанного телевизора, и который имеется и встроен в Sony Vegas Pro, он обладает некоторым скудным функционалом. Но, чтобы вам расширить возможности, необходимо установить либо на Sony Vegas Pro, либо, как в данном случае, Adobe Premiere Pro, определенный сборник плагинов, сборник пресетов. В данном случае я хочу вам показать, на мой взгляд, выдающийся, не побоюсь этого слова, пресет NewBlueEssential5. В данном случае вот он. Открываю Old TV и переношу на свое видео. В данном случае я выбираю вкладочку пресеты, которые входят в плагин рассматривания NewBlueEssential5 и выбираю здесь из предложенных. Вы знаете, это очень хороший, буквально по 10-бальной системе, на десяточку сборник пресетов, который предоставляет возможность пользователю гибко использовать его в создании такого эффекта, как сломанный телевизор. Допустим, Broken Antenna. Я нажимаю, и вот что произошло с моим видео. В данном случае, когда я установил пресет Broken Antenna, в нижней расположенных вкладках я могу менять индивидуальные показатели рассматриваемого пресета. Я вот двигать начну сейчас. В данном случае вкладочку Brightness, либо указанную. И вы можете смотреть в окне предпросмотра, изменяются определенные показатели. Увеличить, могу уменьшить, допустим, Noise, шум. Здесь могу что-то поиграть, увеличить. Или увеличить горизонтальные помехи, либо их уменьшить. И тут угадываются уже контуры предметов поезда, которые движутся в моем видео. Также я могу выбрать, к примеру, Call the Repairment. Пожалуйста. Вы не находите, что это очень отлично. Допустим, здесь голубой цвет. Я хочу выбрать, не знаю, красный. Или что-то еще, неважно. Могу поиграть теми или иными вкладочками. То есть, можете сами не зазреть, что данный плагин обладает определенной гибкостью и возможностью для настройки рассматриваемого эффекта старого использованного телевизора. Либо давайте посмотрим Console TV. Также великолепно. Что-то можем менять, что-то изменять. Посмотрите. Я двигаю в данной области, изменяю показатели каких-то настройок. У вас в окне предпросмотра все меняется. Мне кажется, это очень отлично. Snow. Понятно. Нойс-шум могу прибавить, могу убавить. Transmission from Mars. Передача с Марса или передача на Марс. Не знаю. Ну, очень великолепный плагин, предусматривающий определенные рассматриваемые пресеты для создания эффекта сломанного телевизора. И также я хочу вам еще показать такой пресет, как Sapphire Steelize. Великолепно выглядит. Великолепно представляет возможности пользователю изменять или иные настройки. И ищу, прошу прощения, Film Demage, кажется. И переношу на наш эффект. Нет, Film Demage, прошу прощения, это не тот был. Это относится к созданию эффекта старого телевизора. Прошу прощения, перепутал. Ну, вы меня, надеюсь, простите. Это не Film Demage, а STV. Demage. Накладываю. Да. И посмотрите, что произошло с нашим видео. Сами контуры нашего кадра справа, они как бы получили такую волнистую составляющую, изгиб, которая не является статичной, меняется. Посмотрите внимательно. Ну и у меня даже видео в окне предпросмотра идет с подтормаживанием слегка. Также возможность изменять какие-либо настройки в данном пресете плагины. Посмотрите, можно так прибавить, так что-то прибавить и так далее и тому подобное. То есть, мы с вами рассмотрели пресеты в таком плагине, как New Blue и Sapphire. Имея их, вы можете очень гибко настроить эффект испорченного телевизора, который как бы принимает или передает плохой сигнал. И данный эффект применить уже в своем видео в каких-то субъективных, индивидуальных целях. Всем привет!